У меня проблема. Постоянно бегаю в туалет по маленькому и днем и ночью. Сейчас девятая неделя беременности и в целом я чувствую себя неплохо. Анализы тоже в норме. Но вот эти ночные походы немного выматывают. Ночью просыпаюсь раза три. На работе даже коллеги уже заметили, что я как по часам хожу в женскую комнату. Мне сказали, что так будет первые месяцы беременности, потом станет легче и что ни в коем случае терпеть позывы нельзя. Подскажите, что это за странность с организмом и как долго она будет продолжаться? Евгения, 27 лет. У здоровых женщин это явление связано с привыканием организма к вынашиванию малыша, а также с другими физиологическими причинами. Позывы считаются частыми, если происходят более 8-9 раз в сутки. Обычно за один раз выделяется немного мочи. У беременных возможно около 20 посещений туалета в день. При этом суточное количество мочи тоже может увеличиться до 1,5-2 литров. Но это при условии соблюдения питьевого режима. Потребление до 1,5-2 литров жидкости в сутки. Некоторые женщины жалуются на то, что в течение ночи им по несколько раз приходится вставать, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Это также считается нормальным явлением. Причина этого в том, что функция почек зависит от положения тела женщины. Если женщина в течение дня находится в вертикальном положении, то возможны отеки ног, а ночью, когда беременная занимает горизонтальное положение, почки включаются и начинают фильтровать жидкость, поступающую из отечных тканей. Основные причины частого мочеиспускания на ранних сроках – это увеличение выработки прогестерона. Этот гормон расслабляет мышечную ткань, способствуя сохранению беременности. В итоге моча хуже удерживается, очищаются позывы к опорожнению из-за сниженного тонуса мочевого пузыря. Усиление кровоснабжения в малом тазу. Из-за близости мочевого пузыря к матке возникает его повышенная чувствительность. Специальные рецепторы наполнения реагируют сильнее. Активная работа почек. Во время вынашивания ребенка почечный кровоток усиливается в полтора раза для постоянного обновления околоплодных вод и своевременного выведения продуктов метаболизма из крови мамы. Соответственно, вырабатывается больше мочи. Основная причина учащенных позывов к мочеиспусканию во втором и третьем триместре – это усиленное давление матки на мочевой пузырь. Некоторые болезни тоже вызывают аналогичные ощущения. Это могут быть, например, инфекции. Изменения в малом тазу у беременных и снижение собственного иммунитета повышают риск развития оретритов, циститов, пилонефритов. Такие патологии сопровождаются не только частым мочеиспусканием, но и болями, дискомфортом в области воспаления, чувством жжения. Гестационный диабет, повышение глюкозы в крови, нарушение углеводного обмена. Количество отделяемой мочи значительно растет. Среди других патологий – новообразование в малом тазу, эндокринные и неврологические нарушения. Учащение мочеиспускания при беременности в норме не вызывает болей и дискомфорта, зуда и жжения. При наличии негативной симптоматики нужно обязательно обратиться к урологу и гинекологу, чтобы исключить патологии. Когда же это закончится? Беременные часто жалуются, как их утомляют ночные походы. Ситуация объясняется тем, что работа почек зависит от положения тела. На поздних сроках женский организм, наоборот, склонен к задержке жидкости и отекам, особенно при пребывании в вертикальном положении. Когда будущая мама ложится, почечный кровоток и отток жидкости из тканей усиливается. В итоге почки выводят больше мочи. Ни в коем случае не нужно терпеть. Это может привести к развитию инфекции, что в свою очередь может повлиять на здоровье малыша. Это явление начинается уже с первых дней беременности, особенно выражено примерно до 12 недель. Позже количество опорожнений постепенно снижается, поскольку к пятому месяцу организм адаптируется к новым условиям. Диафрагма поднимается, создавая больше пространства для растущей матки и разгружая органы малого таза. Частая моча и спускание при беременности во втором триместре может указывать на присоединение инфекции или развитие воспаления, но в некоторых случаях это проявление индивидуальной особенности организма. В третьем триместре возможно обратное явление – задержка жидкости. Однако, чем ближе роды, тем чаще становится позыв к мочеиспусканию. На последние месяцы вынашивания матка опускается и давит на органы мочевыделительной системы. При отсутствии патологии снизить дискомфорт, вызванный физиологическими частыми мочеиспусканиями, можно придерживаясь следующих рекомендаций. Соблюдать питьевой режим. Необходимо пить достаточно, но не перебащивать тоже не стоит. Отдайте предпочтение воде, а не сладким напиткам и кофе. Придерживаться рационального питания. Нужно исключить мочегонные продукты, а также то, что вызывает запоры. Делая ежедневную зарядку, которые помогут укреплению мышц таза путем тренировки сфинктеров влагалища и заднего прохода. Уделяя время отдыху, очень полезен сон днем, особенно на поздних сроках. После нахождения в горизонтальном положении мочевой пузырь быстрее опорожняется, в результате снижается нагрузка на почки во время ночного отдыха. Поддерживая свой иммунитет, избегайте переохлаждения, принимайте витаминные комплексы по назначению доктора. Также поможет максимальное опорожнение мочевого пузыря. Не нужно сдерживать позывы и стараться следить, чтобы вся моча выходила полностью. В этом плане беременной женщине легче мочиться под душем.